Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вод и обязательно прожимай колокольчик. Здарова танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит и сегодня у нас очередной обзор танков, нашей любимой игры World of Tanks, у нас на обзоре ЛТ-шка, советская ССР, да, ЛТГ 7 уровня, проходная прокачиваемая техника, вот. Знаете, какой уродец, очень низкое шасси, вот, какая-то не культяпистая башня, в нее попадает персонал в лючок, бедный, как они там сидят, я не знаю, просто, а 4 члена экипажа, где же они там помещаются, одному богу известно. Ладно, сегодня у нас полноценный обзор по этой машине, предлагаю сразу пойти посмотреть бронирование, а там есть что посмотреть, на самом деле, погнали. Итак, вот наш ЛТГ, давайте быстро смотреть. У нас нету, как таково, ВЛД, у нас прямой корпус, есть только НЛД, ВЛД, вот оно и есть, как бы, ну, корпус сверху, да, но под прямым углом туда не попасть. Касаемо НЛД, 42 миллиметра, откровенно, говно, картон, да, но это и ЛТ-шка. А теперь вот смотрим башню, дайте маску сначала, маску на 110, вверху 119, она закругленная, нифига себе, круглюшок вокруг орудия 110, переходим к еще более интересным моментам. Основная бронеплита башни, 110 миллиметров, в приведенке до 126 вверху, 124 тут, а теперь скосы башни, тут еще все интересней. Скосы башни, рикошет, 195, 200 в приведенке, нифига себе, ЛТ-шка, очень маленький, тоненький корпус спереди, и вот такая вот смешная броня у нас, 241 в этом скосе, есть лючок, но он настолько узкий, что вы в него в жизнь никогда не попадете. Боковое бронирование 40 миллиметров, говорит о том, что, ну, что-то он может танковать, но это все-таки ЛТ-шка, ну, как ни странно, танковать над борта что-то все равно сможет за счет рикошета, кстати, через каток не бьется, но башня, сами видите, как для ЛТ, жесть, очень крепкая, запоминайте. У чудовища-то броня есть в башне, вот видите, какая бронеплита, нифига себе. Ладно, давайте смотреть основные модули. Нам предлагается две пушки, стоковая 6 уровня и топовая 7, соответственно, нас интересует вот это, 180 альфы, 144 пробития основным, 194 голдой, заряжает 6 секунд, 1800 ДПМ, 2,3 время сведения, 0,4 разброса. Точность пушки, сразу скажу, не самая лучшая. По рации, мы ЛТ, мы должны светить и передавать данные, поэтому 525 метров на стойке нас явно не устроит, а вот 730 вполне себе. Также важен топовый двигатель. 530 лошадей, здесь 650, процентов 15 вы подвижности получите, установив топовый двигатель. По ходовой, 48 градусов в секунду, здесь 46, не намного больше, но все равно приятно. Качайте. Вот, по полевой модернизации, по полевой модернизации. Давайте глядеть, давайте глядеть, да. Значит, во втором блоке мы качаем к максимальной скорости вперед, тут у нас что, к мощности двигателя. В целом, по мобильности у нас все хорошо, лошадей дофига, все круто, 67 максималка. И я бы, наверное, на самом деле, качнул бы к максимальной скорости вперед. 27 лошадей на тонну, в принципе, неплохо. Но, наверное, лучше бы качнул, чтобы помощнее двигатель был. В четвертом блоке от размера круга сведения, от времени заряжания. Пушечка у нас заряжается достаточно, ну, быстро, можно сказать, все равно, 6 секунд, да, а вот точность не самая лучшая. Но, часто будем попадать в ситуацию, когда будет перестрелка с ЛТшками в упор, такое, ну, часто будет все равно, поэтому время заряжения для нас более важно, для ЛТ. От фугасного урона дополнительную противоосколочную защиту ставим, да. Это 100%. Так, что касаемо оборудования. Дефолтный, стандартный комплект, в основной слот, дающий дополнительный буст на обзор, ставим просветленную оптику, ставим малошунку обязательно и турбину. По снарядам у нас ББХ основной голда под колы летит 950, а голда летит 1000, почти 200. По снарядам по скорости вопросов, по скорости полета вопросов нет. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматический, но поскольку у меня экипаж с Т-100ЛТ, с топовой там ЛТшечки советской, я поставил доп. паёк, чтобы минимизировать вот эти потери непереобученного экипажа. Галду-то я не трачу даже для обзора, буду ездить с экипажем-инвалидом. Вот, а перки как прокачивать у экипажа вы сейчас видите в табличке. По огневой мощи, по УВН, совок не исключительно, ну вернее, такой же совок, как и все совки, минус 5 градусов УВН пушечки, по ХП 880, как для ЛТ 7 уровня, вполне себе прилично. Скорость мы уже смотрели, 67 вперёд, 22 назад, 27 лошадей на тонну. Удельная мощность, по незаметности всё тут тоже ровно. Прокачивайте обязательно перк незаметности у экипажа. По обзору 388 метров, и у меня штраф, так, был бы 420. Опять же, как для ЛТ, 7 уровня, 420 метров, в принципе, неплохо, учитывая нашу незаметность. По плюсам-минусам танка. Танк очень низкий, это плюс. У танка есть броня, как для ЛТ, это тоже плюс. Подвижность, это плюс. Незаметность, это плюс. По пушке всё бы хорошо, но нет УВН. И плохая точность орудия. Всё-таки 0,3904, это такое себе удовольствие. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, на что у нас ЛТГ способен. Погнали. Так, попали на Ласвель. У нас обзор боем танчик ЛТГ советский, 7 уровня, лёгкий, проходная прокачиваемая ветка. Вот. Против семёрок попали мы, да? Да. Ща поедем светить. Светить, светить, две арты. Надо помнить, что две арты. ЛТшек, да? Фига, конкуренция большая. Да, конечно, танк по ЛТ низкий, всё круто, но длинный. Фига. 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 Сейчас как блайндом стукнут больно. В городе никого, все плохо, надо уходить отсюда, пока не поздно. Или идут в нашу гору, или дерево плохо, говорю, не лезут в горы наши. Ух ты, Эст-Эмиль, красавчик. Все, отыгрался, ЛП-вод. Сейчас как блайндом стукнут больно. Слышь. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ За камнями КОНЕЦ Блайн и отсюда КОНЕЦ КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОНОСИТЬ Надо было заезжать за этот дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полтора хусть или влить. Кружу, верчу, запутать хочу. Вот что за бой был. Да. Ну тут наша победа. Сто процентов уже. Больше я на ЛТГ не светил на этой карте. Конечно, настреливал. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Эх, рикошет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два парана. Опа, арта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов. Ну вот, собственно, и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, собственно, и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОБЕДА! Не получилось в этом бою посветить. Такая карта. Такой расклад сил, что, ну... Я старался светить. Занял самую выгодную позицию, но больше играл на этом танке в дамагерах. Больше в дамагерах играли мы. Вот. Кстати, третье место по урону заняли в команде. При всем при этом. Ну да ладно. Что можно за эту машину стоять? Сами видели, когда я за камень заехал и фармил итальянскую ПТ-САУ, я даже не светился, стреляя, ну, там, на расстоянии где-то 350 метров. И это круто, потому что в целом, конечно, незаметность у этой машины хорошая. Если прокачать полностью все перки незаметности. Вот. Хорошая незаметность. Вот. Блин, танчика... Ну, по пятибалльной системе 4 с минусом, либо 3 с плюсом. Ну, не меньше. Факт. Единственный его минус это то, что он длинный. И порой там, где короткая ЛТ-шка заныкается, такая, как ЕЛСЕ, где он 90, например, у нас плейнтанк торчать будет из куста или друге. Там, где это нужно будет очень. Пишите свои комментарии, ребят, как вам вообще целом ЛТГ. Вот. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорой встречи. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик.